Флора Аламоутс. Серебряный меридиан. Часть 2. Джеймс Эджидля. А лучшая в искусстве перспектива. Глава 8. 1588, первый их лондонский год, принес Уильяму успех на столичных подмостках, что, в свою очередь, открыла ему дверь в театральные круги Лондона. Это был особый мир, в который были вовлечены люди, социальная принадлежность которых вне его границ не позволяла им пересекаться ни при каких обстоятельствах. Знатные, богатые и влиятельные господа, покровители и попечители актерских сообществ, просто любители этого жанра, театральные дельцы, владельцы помещений, приспособленных для представлений, знаменитые актеры и просто актеры, и даже те, кто занимался их хозяйственными проблемами. Особое место в этом сообществе занимали драматурги. В основном это были поэты, амбициозные и заносчивые выпускники университетов. Одни уже стали известными и популярными, другим это подолгу не удавалось, но все они с подозрением и презрением относились к выскочкам, как они называли появляющихся опасных конкурентов, в числе которых оказался и Уильям. Не обладая ни значительным имуществом, ни университетской степенью, он, внимательно оглядевшись вокруг, понял, что может быть в этом обществе на равных и решил, что здесь пришло время проявить свои таланты в полную силу. Он испытывал радость от предчувствия своей победы и, уверенный в успехе, победил. Слуги Лорда Стрэнджа давали представления в разных местах. В основном это были площадки при гостиницах «Скрещенные ключи» и «Колокол» на Грейс Чёрч Стрит, «Белл Сэвидж» на Бишопс Гейт Стрит и «Голова Вепря» на северной стороне Уайт Чеппл Стрит за Олд Гейтом. Один из друзей Лорда Стэнджа записал в своем дневнике два повествования, разыгранные в «Белл Сэвидж», в которых не найти ни одного слова без остроты, ни одной строчки бессмысла, ни одной буквы поставлены напрасно. Это сказано о премьерах новых пьес «Как вам это понравится» и «Бесплодные усилия любви». В первой отважная Розалинда ради любви решилась на отчаянный шаг. «А не лучше ли, поскольку я довольно высока, мужчиной мне одеться? При бедре короткий меч, рогатина в руке. Тогда хоть в сердце женский страх трепещет, на вид я буду воином отважным. Не так ли малодушные мужчины скрывают трусость гордую осанкой?» В другой появлялась героиня, реплику которой было немного, но имя запоминалось – Жакнета. Джеймс Бербэтш, как сына, полюбил Уильяма и тем же чувством проникся к Виоле. Уже во время первых выходов юного Уилла на сцену в их спектаклях, когда только состоялось их знакомство, он понял, что собой представляет этот самородок из провинции, и теперь был рад его успеху у столичной публики. Мудрый и прозорливый мастер оценил по достоинству его заслуги в качестве драматурга и актера во все возрастающем престиже слуг Лорда Стрэнджа на фоне общей картины столичной театральной жизни и особым образом отметил это. Он заказал его портрет, пополнивший галерею портретов лучших актеров их труппы. Уильям изображен в нарядном красном бархатном колете, белый воротник итальянского фасона придает красивому лицу элегантность, а легкая доброжелательная улыбка и слегка ироничный взгляд живых глаз говорят о добром и веселом нраве этого полного сил молодого человека. На портрете стоят инициалы W.S. Уильям Шакспир, возраст 24 и дата 1588. Новые пьесы имели шумный успех, и слуг Лорда Стрэнджа все чаще стали приглашать на торжества в дома театралов, какими были приятели Лорда Стэнли. В начале лета 1588 года труппа давала гастроль в Ковентре, в поместье одного из его многочисленных кузенов. Им предстояло играть зимнюю сказку, написанную Уильямом к Рождеству. Эту пьесу о древних королях и хитроумной мести Виола любила больше других историй. В этом перевернувшем все с ног на голову сюжете ей было дорого каждое слово от первой строки до последней. Эта доведенная до абсурда история так напоминала ей их собственную жизнь. В спектакле Уилл выходил на сцену, играя «Время», роль, заменившую традиционный хор. Своим монологом «Время» представлялось публике и являлось связующим звеном происходящего. Именно это было совершенно в характере Уильяма, будь то театр или жизнь. Я для немногих счастье, скорбь для всех, для злых и добрых страх и радость. Грех творю и разрушаю без усилия, я время. Ныне перед вами крылья я разверну. Перевернуть часы позвольте мне и думайте, что были вы во сне. Несмотря на удаленность от столицы, в замке собралось довольно много зрителей, и в их числе настоящие любители актерского мастерства, оценившие искренность и доверительность, с которой Уильям существовал на сцене. Его запомнили, о нем заговорили, его стали узнавать. У него тут же появились поклонницы, которые пытались привлечь внимание красивого и талантливого молодого актера, и не только они одни. Виола, как обычно, следила за действием в импровизированной кулисе. Увлеченная происходящим на сцене, она не видела, что и за ней, то есть за Себастианом, пристально наблюдают. Роберт Райтсли, один из сыновей второго графа Саутгэмптона, стараясь дышать тише, с волнением смотрел на стройную фигуру в черном, притаившуюся за декорациями. К Уильяму он приглядывался уже давно. — Ты так увлечен, — сказал он, наклонившись над ухом притихшего наблюдателя. Виола обернулась, не торопясь с ответом. — Будто видишь это впервые, — договорил лорд. — Всякий раз я смотрю на это, словно впервые, — улыбнувшись, — ответила она. — Но нам всегда хочется многообразия. — Это так, милорд. — Скажи это еще раз. — Вы правы, милорд. — Но отчего я вижу тебя здесь? Виола насторожилась. Роберт крепко взял ее за запястье, потянул и повлек за собой. В это время из зала, где зрители следили за действом, раздался оглушительный смех. И Виола поняла, что если и закричит, никто ее не услышит. Она не стала сопротивляться и дала увести себя подальше от сцены, решив, что там сможет вырваться от него сама, не привлекая ничего внимания. Он остановился и попытался прикоснуться к ее лицу. Виола уперлась руками в его грудь и резко сказала, — Это не ко мне. Вы ошиблись, ваша милость. — Уж не хочешь ли ты сказать, что тебя увела с пути истинного чья-то другая милость? Мой трепетный Агнец, неужели эта кожа уже обласкана языком греха? Лживое создание. — Но тем сильнее твоя власть, беспощадная красота. Нависая над ней, он дышал ей в ухо, прикасаясь губами и как можно сильнее притягивал к себе крепко сцепленными за ее спиной руками. И вдруг он закричал. Это она, резко на себя дернув за плечи, ударила его коленом в пах, что было силы. Он продолжал выйти, корчась от боли. А она во всю мощь побежала к конюшням, выхватив кинжал из ножен, готовая к защите, если ей преградят дорогу. Но все случилось так быстро, что слуги, которым пострадавший лорд несвязный визжа, приказывал догнать и задержать негодяя, не сразу поняли, где им его искать. Виола вскочила на оседланную лошадь и, сорвав с крюка хлыст, с таким свистом хлестнула им по воздуху, что успевшие выбежать во двор несколько человек, оторопев, расступились. А в замке сэр Роберт устроил собственный спектакль, немало позабавив гостей. Немного придя в себя, он в слезах и хромая вернулся в зал, где представление близилось к завершению. Увидев Уилла на сцене, он разразился негодующими воплями. «Это он! Это он, мерзавец! Убийца! Хватайте его! Вяжите!» Разбирательство происшедшего провели в присутствии многочисленных свидетелей. Историю о том, как раздвоившийся Уильям напал на знатного вельможу, подобно разъяренному леопарду, решено было не придавать огласки, поскольку всем было известно о вкусах и слабостях лорда. Сэр Роберт часто бывал на представлениях слуг лорда Стрэнджа и, восторгаясь искрометной игрой обаятельного молодого актера, пленился им. Здесь же он решил, не увидев своего любимца в первом акте, поискать его за декорациями. Столкнувшись с Виллой, он, как многие, принял ее за Уилла, а далее наступила расплата, с чем согласиться сэр Роберт не хотел. Но все сочли это происшествие результатом чрезмерно сытного и хмельного обеда, поскольку в продолжение всего представления Уильям был на сцене или пребывал в поле зрения публики. И только актеры, которым не надо было объяснять, что же на самом деле произошло, поняли всю серьезность случившегося. Поэтому по возвращении в Лондон Бербич заявил Уильяму, что больше ни при каких условиях Виола не будет сопровождать их на гастролях в частные дома. Рисковать репутацией и благополучием трупа при всем его добром отношении к ней он не станет. — Ну что, разъяренный леопард, придется тебе привыкать сидеть дома, — сказал Уилл сестре. — Я не смогу. Слухи распространяются быстро. Они дошли и до дома Филдов, превратившись в анекдот. Сопоставив все обстоятельства и время происшествия, Ричард и Жаклин поняли, что это произошло с их друзьями. Жаклин, оставшись наедине с Виолой, когда мужчины были в кабинете, заговорила об опасностях, которые могут поджидать при столь необычном для девушки образе жизни. — Я иногда смотрю на тебя и думаю, хорошая эта девушка, но... — Но? — Не тем ты все-таки живешь. И вовсе не тем занимаешься. — Мне верно суждено жить так, как я живу, — ответила Виола. — То-то и оно. Строптивость, гордыня, упрямство. — Скажи, а что твой отец? Он... Виола не дала ей договорить. — Мой отец благороден. На любые упреки он учил меня отвечать с честью. Жакнат не допускала, чтобы чье-то слово в разговоре с ней было последним. — По отношению к тебе справедлив любой упрек. В тебе нет именно того, с чем пристала на них отвечать. В усилиях любви появились строки. — Мой друг, твоя любовь и доброта заполнили глубокий след проклятия, который выжгла злая клевета на лбу моем каленую печатью. Горечь осела в сердце от этого разговора. И потому для нее стало неожиданностью, когда в разговоре с нею наедине Ричард сказал. — Никто из нас не защищен от чужого порока и глупости. И все, что произошло с тобой, не вина твоя, а беда. Не принимай близко к сердцу клевету и наветы. Возвращаясь из гостей, Виола с грустью думала о двух столь различных суждениях, двух столь близких по духу людей, об одном происшествии, случившемся с ней. Ричард, как прежде, был добр и внимателен к Виоле. Он возмужал и еще более остепенился. При встречах они говорили об авторах и книгах, которых он издавал, или о работе Уилла в театре и об успехе его пьес. Они понимали друг друга с полуслова, как когда-то, когда он приходил обучать их латыни. Только он стал взрослым, упоительно взрослым. Рядом с ним не было страшно. Прекрасный, верный, добрый друг. Язычником меня ты не зови, Не называй кумиром божество. Пою я гимны полной любви Ему о нем и только для него. Его любовь нежнее с каждым днем, И постоянству посвящая стих, Я поневоле говорю о нем, Не зная тем и замыслов других. Прекрасный, верный, добрый. Вот слова, что я твержу на множество ладов. В них три определения божества. Но сколько сочетаний этих слов. Добро, краса и верность жили врозь. Но это все в тебе одном слилось. Теперь Виола подолгу оставалась одна. Она не разучилась заниматься домашним хозяйством. Эту работу она знала с детства, проведенного сначала на ферме Арденов, А потом в доме на Хенли-стрит на правах домашней прислуги. Но жизнь повернулась так, что наряду с этим миром, Царством женских трудов и обязанностей, Где чувствовала себя чужой, она узнала другой. Мир с китанией по трудным дорогам, Постоялых дворов, конюшен, таверн, Ночных костров, опасности в пути, Мужского балагорства и дружбы. В этом мире она стала своей среди своих, Не испытывая при этом унижения или осуждения. Большим хозяйством брат и сестра не обзавелись, Поэтому у Виола работа по дому не отнимала много времени, А занятия для души искать не приходилось. Ей и раньше доводилось помогать брату, Но теперь, в тишине и не торопясь, Она, словно сорочки Уилла, Принималась латать и подштопывать тексты ролей, Которые он оставлял на доработку, Или незавершённые пьесы. Это могли быть отдельные слова или строки, А порой целые фрагменты. Её слова бесшовно ложились в его тексты, Видение мира у них было одно на двоих. Уильям работал так много, Что даже его сил и энергии не хватало на всё. Больше всего ему не хватало времени в сутках. Виола получала удвоенное наслаждение От таинства стихосложения И осознания незаменимости и своевременности Такой необычной помощи. Помогать Уиллу. В этом она осознавала своё предназначение. В стихосложении призвание. В любви к Ричарду спасительное испытание И благословение. Постепенно, естественно и почти незаметно Вовлечение Виолы в литературные труды Стало главным, самым важным её занятием. Её перестало угнетать постоянное пребывание дома. Она, прислушиваясь к советам Ричарда, Погрузилась в чтение книг, Что продавались в лайвке издательства В приходе святого Павла. Долгое время кочевой жизни Она была этого лишена. Прежде книги были счастливой редкостью, А чтение – недостижимой роскошью, Безмятежности и покоя. Теперь она вступила в мир вымыслов, Фантазий и исторических хроник, Словно в необозримое поле Урожайной пары. Каждый день приносила Открытия и откровения. Читая быстро и увлечённо, Она жаждала поделиться прочитанным с братом, И стоило ему переступить порог дома, Начинала говорить о том, Что её волновало. Это приводило к взлётам его озарений И появлению новых пьес. Для него она давно стала талисманом, Благословением, Нежным и мудрым, Вторым я. Неужто, Музе, не хватает темы, Когда ты можешь столько подарить Чудесных дум, Которые не все мы достойны На бумаге повторить. Пусть будущее славит поколенье Нас за труды, Тебя за вдохновенье. Вся жизнь превращалась в строки, Все радости, Все волнения, Все печали. Однажды, перебирая страницы В усилиях любви, Виола увидела, Что там появились новые стихи, Написанные его быстрой рукой. Признаюсь я, Что двое мы с тобой, Хотя в любви Мы существо одно. Я не хочу, Чтоб мой порог любой На честь твою Ложился как пятно. Ну что ж, пускай, Я так тебя люблю, Что весь я твой И честь твою делю. Честь твою делю. Как это верно. Кто под звездой счастливую рожден, Гордится славой, Титулом и властью. А я судьбой скромнее награжден, И для меня любовь Источник счастья. Но нет угрозы титулом Моим пожизненным. Любил, люблю, Любим. Холстунишка. Вот почему И волосы, и взор Возлюбленные Моей чернее ночи, Как будто носят Траурный убор По тем, Кто краской Красоту порочит. Но так идет им Черная фата, Что красотою Стала чернота. Что это? Виола не могла поверить. Призрак Черноволосой красавицы, Отнявшей у нее Надежду на любовь, Встал перед глазами. Наваждение? Это не Жаклин. Не может быть. Пусть говорят, Что смуглый облик твой Не стоит слез Любовного томления. Я не решаюсь В спор вступать с молвой, Но спорю с ней В своем воображении. Она гнала от себя Эту мысль, Понимая в то же время, Что предчувствие ее Не обманывает. Во рту стало горько, Словно она глотнула желчи. Потому что Несправедливость мира Не может быть Настолько причудливой, Чтобы заставить ее брата Любить теперь Жену ее любимого. Она сжала ладонями виски, Она гнала от себя Эту мысль. Тем более, Что намеревалась Рассказать Виллу, Когда тот вернется, Новость совсем иного рода. Пока Вилл был в отъезде, Ричард взял ее на работу В свое издательство В качестве Младшего наборщика. Тебе придется Обсудить это с Жакнет, Ответил Ричард, Когда она решилась Поговорить с ним О возможности Работать в его издательстве В любом качестве, По его усмотрению, Принимая во внимание Ее знания И способности. Разве не ты Нанимаешь людей на работу? Я Но хозяйка она Я лишь получила От нее это право Не волнуйся, Она отнесется К тебе с пониманием Ты слышишь, Уилл, Они меня взяли, Взяли Я буду набирать Тексты Ты мне всегда говорил, Что не бывает Напрасных усилий Вот уж воистину так Не зря я училась Ты, я вижу, не рад Я буду работать с ним, Понимаешь? Уилл покачал головой Я представил, как это будет Ты начнешь считать часы, Ловить минуты, сторожить Пойми, что и там ты Не сможешь часто общаться с ним Он хозяин, деловой человек Это будет унизительно для тебя Уилл, поверь, я просто буду работать Честно и спокойно Да не сможешь ты спокойно Я тебя знаю Черт возьми Я нас знаю Я знаю себя Смилуйся Позволь мне побыть рядом с ним Хотя бы немного Тихо попросила она Я боюсь, что может пострадать Еще кто-нибудь Кто? Он замолчал Кто еще может пострадать? Есть люди, которые не знают, Что творится в твоем сердце И не виноваты в этом Уилл Только не говори, что ты думаешь Сейчас о Жаклин Я думаю о ней Прямо глядя ей в глаза, сказал он Тогда не говори, что те сонеты Ты писал о ней Говори все, что угодно, Уилл Только не это Да что с того? Уилл почти вскрикнул Всю жизнь мы с тобой делаем одно и то же Что ж тебя удивляет на этот раз? И уже тише опустив голову Он добавил Разве есть кто-нибудь на свете Прекраснее ее? Виола не верила своим ушам Это невыносимо Ничего ужаснее ты не мог придумать Проговорила она Решительно ничего Они долго молчали Двое Влюбленных в своих друзей Он в жену друга Она в друга Он в самом начале Своей обожженной зрелостью страсти Она с любовью Повзрослевшей вместе с ней Чего они ждали? Любви Что хотели отдать? Любовь Оба были вынуждены молчать Но клокотавшие в одном На двоих сердце чувства Выплескивались точно лавой Из жерла Осаждаясь в стихах На радость и печаль По воле рока Два друга Две любви владеют мной Мужчина Светлокудрый Светлоокий И женщина В чьих взорах Мрак ночной Как бы то ни было Самое желанное Исполнилось Теперь Почти каждый день Она видела Ричарда Мой глаз Гравером стал И образ твой Запечатлел В моей душе Правдиво С тех пор Служу я Рамою живой А лучшее в искусстве Перспектива Сквозь мастера Смотри на мастерство Чтоб свой портрет Увидеть в этой раме Та мастерская Что хранит его Застеклена Любимыми глазами Мои глаза С твоими Так дружны Моими Я тебя В душе рисую Через твои С небесной Вышины Заглядывает Солнце В мастерскую Увы Моим глазам Через окно Твое Увидеть Сердце Не дано Ставший одним Из лучших Издателей Лондона Ричард Филд Отдавался Своему делу С упоением И только Повеска Необходимости Мог не появиться В типографии В течение дня Или вечером Виола Часто допоздна Оставалась В мастерской Одна Особенно В отсутствии Брата Ее работа Заключалась В наборе Текста И требовала Большого Внимания Сосредоточенности И ловкости Пальцев В короткое время Она легко Освоила Все премудрости Непростого Дела Ей нравилось Наблюдать По утрам Как набранные Ею шаблоны Идут в работу Ее присутствие Выдавал Лишь Отцвет Огня Пробивавшийся Из окон На запороженную Закоченевшую Под снегом Дорогу Расквашенную Повозками И лошадьми Задымленную Печной Копотью Она Оставалась Одна И набирала И набирала Текст Чтобы утром Подмастерью Осталось Лишь в точном Порядке Покрыть Шаблоны Тушью И сделать С них Оттиски В августе 1588 года Состоялось Торжество Посвященное Разгрому Испанской Непобедимой Армады Вся Англия Поднялась На защиту Своей королевы Своих владений И достоинства Англичане Сражавшиеся Под командованием Адмирала Чайлза Говарда И трех капитанов Сэра Фрэнсиса Дрейка Сэра Уолтера Релли И сэра Мартина Фробишера Атаковали 130 кораблей Армады В проливе Ла Манш Часть Флотилии Была уничтожена А разразившаяся У берегов Шотландии Буря Лишила Испанию Надежды На победу В этом бою Незадолго До этого На стол Первого Лорда Адмиралтейства Легло Донесение От Фрэнсиса Дрейка Знаменитого Мореплавателя Флотоводца И Корсара Дрейк писал Достопочтенный Милорд Будучи в море Мы осуществляли Различные Разведывательные Операции Во время Одной из них Самой важной Которая имела Место Шесть недель Назад На траверсе Сент-Лукора Видели большой Флот Вышедший Из Лиссабона Пользуясь Северным ветром И направлявшийся На запад Наш шкипер И его команда Пришли к выводу Что это Большой флот Который Подготовил Король Испании Кораблей было Так много Что их Невозможно Было пересчитать Надо полагать Что либо Мы вскоре Услышим о них Либо они плывут В сторону Грейна Где у них Назначена встреча Восьмого августа Королева Приплыла Из Вестминстера В Тилбере И проехала Еще две мили По суше До лагеря Размещавшегося На холме Ночь Она провела В Ярденхоле А на следующий день Вернулась В лагерь Чтобы проинспектировать Состояние армии И обратиться С речью К солдатам Елизавета Всю жизнь Отличалась Умением Трогать Словами Сердца Своих Слушателей Так Было И на этот раз Мои Любимые Сограждане Нас Убедили Что мы Должны Быть Осторожны Выступая Перед Скоплением Военных Из-за Пасения Предательства Однако Я заверяю Вас Что не Хочу Жить Если Не буду Доверять Моим Верным И любящим Подданным Пусть Тираны Боятся За свою Жизнь 9 августа Елизавета Покидая Лагерь Уже Знала Что Угроза Вторжения Миновала Армада Потерпела Поражение Наряду С военными Кораблями На защиту Ее Величества И страны Встали И торговые Суда Капитанами Которых Были Опытные Моряки Служившие По найму Акционерных Торговых Компаний Эти Предназначенные Для мирных Целей Суда Были Оснащены Орудиями Всегда Готовыми Дать Бой Пиратам Наводнившим Морские Просторы Английский Флот Отстоял Своё Право Именоваться Властителем Вод В честь Этой Победы Королева Приказала Отчеканить Медаль На которой С одной Стороны Выбита Надпись Господь Подул И они Рассеялись А на Другой Меня Можно Коснуться Но Нельзя Истребить Победители Встречаемые Радостными И Благодарными Лондонцами Усыпанные Цветами И Яркими Лентами Шли К Королевскому Дворцу Чтобы Преклонить Колено Перед Её Величеством Все Они Получили Щедрые Дары Из Её Благодарных Рук По Случаю Славной Победы Елизавета Устроила Пышное Торжество Подражая Римским Императорам Она Дворца До Собора Святого Павла Куда Были Свезены Флаги Вымпелы И Знамена Добытые У Побежденных Испанцев В Июне 1589 Года 17-летний Джек Эджерли С дорожной Сумкой За плечами В которой Кроме Его Одежды И еды Лежало Самое Важное Из Всего Что Он Взял С Грамматической Школы К Мистеру Филду Издателю В Блэк Фраерс И Его Джека Рисунки Выполненные Углем И Карандашом Переночевав Перед Въездом В столицу На постоялом Дворе За Холборном Джек Проснулся С зарей Под грохот Нагружаемых На телеге Товаров И Крики Возничьих Кучеров Конюхов И Кузнецов Этот Утренний Шум И его Эхо Тут же Окунули Его В Свою Волну И Вынесли На Самый Ее Гребень Наполнив Дрожью Предчувствия Предстоящих В его Жизни Перемен Проделанный Им Без Компаньонов Путь Показал Что Джек Отлично Справляется С Житейскими Трудностями Когда Надо Он Умел Постоять За Себя Учтиво Разговаривал Доходчиво Объяснялся И Узнавал Все Что Ему Требовалось И Если Дома Его Считали Витающим В облаках Мечтателем Занимающимся Бесполезным Рисованием То Теперь Он Доказал Себе Самому Свою Природную Выносливость И Здравомыслие Мистер Флетчер Учитель Оценил Способности Джека Обратив Внимание На его Пристрастие Рисовать На Всем На Чем Можно И Нельзя Однажды Он Подозвал Опасные Для Души Мистер Флетчер Я Лучше Скажите Мне Откровенно Чем Вы Собираетесь Заниматься По Окончанию Школы Торговать Как Это Делали Все Эджули До Вас Или Учиться Дальше Я Хотел Бо Учиться Сэр И Чему Вы Хотели Бо Учиться Сэр Я Я Полагаю Тому Дело Что Подвергает Вашу Душу Смертельной Опасности Не так Ле Испуганный Джек Молчал Возьмите Это Мистер Флетчер Протянул Джек Усложенное Искрепленное Его Печатью Письмо И записку С лондонским Адресом Это Письмо К издателю По Учебникам Напечатанным В его Издательстве Я имею Счастье Учить Вас Это Поистине Счастье Мастер Эджули Потому Что Запомните Мастерство Это Самое Ценное Чего способен Достить Человек Своей Земной Ее Доли Идите В Лондон Покажите Мистеру Филду Мое Письмо И Свои Работы Ведь Вы Храните Свои Работы Не Правда Ля Джек Готов Был Идти В Лондон Немедленно Он И отправился Туда Пешком Через Месяц После Окончания Школы Теперь Он Стоял Перешагнув Порог Издательского Дома Трулье Филда Как Десять Лет Назад Стоял Сам Ричард Щурясь От Перемены Света На улице Был Ясный Летний День В Мастерской Свет Был Будто Заштрихован Приглушен За Небольшим Столом В мастерской Сидел Светловолосый Человек С Исключительно Правильными Чертами Лица Джек Видел Разных Людей Светло И Рожеволосых Светлоглазых И Не Очень Но Такого Он Не Встречал Никогда Точеная Переносица Разделяла Широкие Штрихи Темных Бровей Острый Нос С Тонкими Крыльями Строгие Складки В уголках Красивых Губ Придавали Ему Выразительную Сдержанность Умные Поблескивающие Искры Аквамариновые Глаза Будто Прозрачные Смотрели Пристально И Спокойно Словно Ничто Не Могло Взволновать Их Прекрасного Обладателя Джек Постучал По косяку Двери Но Шум Станков Заглушал Все сторонние Звуки Проходите Сэр Человек За столом Оторвался От чтения И Разминая Ладони Поднял Голову Джек От волнения Забыл Все слова Сэр Я Простите Сэр Добрый День Я Ищу Издательство Мистера Ватрулье Филда Вы Нашли Его Полагаю Вы Ко Мне Проходите Я У вас Есть Рекомендации Как Вы узнали Сэр Вы Хотите Спросить Нужны Нам Подмастерья Возможно Вы Пришли Почему-то Совету Произно Произнося Все это Хозяин Встал Из-за Конторки Джек Не ожидал Такой Разницы В росте И Смутился Еще Больше Золотоволосый Ясноглазый Великан Из Рыцарского Романа Стоял Перед Ним Воплоти И Говорил С ним Так Будто Они Присутствовали При Дворе Ее Величества Да Сэр Чьему Жа То Каковы Же Собственно Ваши Рекомендации Кто Посоветовала Вам Обратиться Ко мне Мистер Флетчер Учитель Нашей Школы В Норридже У меня Письмо Для вас От него Прекрасно Позвольте Узнать Ваше Имя Джеймс Эджерли Сэр Джим Джек Сэр Сколько У вас Братьев Семь Сэр Вы Который По счету Четвертый Сэр Прекрасно Ричард Протянул Руку Джек Отдал Ему Письмо Начав Читать Ричард Удивленно Приподнял Брови И улыбнулся Собственным Мыслям Вы Принесли С собой Рисунки Да Сэр Я бы Хотел Взглянуть На них Если Вы Не Против Джеку Показалось Что Ричард Сказал Это Строго Он Вздрогнул Но Посмотрев На Филда Встретил Такой Мягкий Взгляд Улыбку Что Чуть Было Не Засмеялся От Смущения Ричард Внимательно Просмотрел Работы Джека Пока Тот Трясся От Волнения Ожидая Вердикта Что Ж Наконец Ричард Посмотрел На него Ваши Рисунки Бесспорно Заслуживают Внимания Но Вам Есть Над Чем Работать У Вас Иногда Появляется Двойной Штрих А Это В работе Гравера Недопустимо Вы Ведь Рассчитываете В будущем Именно На место Гравера Во всяком Случае Почтенный Мистер Флетчер Именно Так Вас И рекомендует Как Будущего Искусного Гравера Если Вам Достанет Усидчивость Он Выразил Это Лучше Чем Мог Б Я От Вас Действительно Потребуется Усидчивость И Терпение Один Благородный Джентльмен Который В свое Время Оказал Мне Неоценимую Услугу Сказал Что Для работы В нашем Деле Необходимы Не только Сила Выносливость И грамотность Здесь Нужно Огромное Терпение Спокойствие Выдержка Усидчивость Стойкость И умение Ладить С людьми Книги Выявляют Людей Работа С ними Как Исповедь Даже Тот Кто Не пишет Книги Но лишь Служит Им Все равно Проявляет Свою Натуру В работе Видимо Сама Сущность Нашего Дела Такова Что Соприкосновение С текстом Делает Нас Самих Подобием Книг Как Это Происходит Я Не скажу Я Не схоласт Но Это Волшебное Действие Книг И работы С ними Связанной Я Давно Заметил И Считаю Это Главным Джек Завороженно Смотрел На него Мистер Филд Говорил Спокойно Не Стараясь Перекрыть Голосом Шум Мастерской И При Этом Не Нужно Было Прислушиваться Джек Слышал Каждое Его Слово Его Лицо То Озарялось Повинуясь Выражению Глаз То Возвращало Некую Отстраненность Джек Очнулся Когда Понял Что Хозяин Спрашивает Его О чем То Низкий Голос И Весь Его Облик Просто Лишили Молодого Человека Дара Речи Руки Которого Уже Чесались Взяться За Карандаш Чтобы Немедленно Сделать Хоть Набросок Портрета Этого Необыкновенного Человека Сможете Скопировать Сигнет Простите Мистер Филд Для начала Вам придется Пройти Испытание Я предлагаю Вам Скопировать Сигнет Издательский Знак Сможете Да Сэр Сколько Вам Надо Времени Чтобы Досконально Запомнить Изображение Меньше Минуты Сэр Что Посмотрим Ричард Провел Джека К конторке За самой Дальней Наборной Кассой Там Работал Темноволосый Молодой Человек Он Посмотрел На Джека И тут же Перевел Взгляд На хозяина Располагайтесь Здесь Сказал Ричард Указывая На конторку Сосредоточьтесь Он Взял Из Кассы Форму Для Оттиска Запоминайте Джек Рассматривал Изображение Через Минуту Ричард Вернул Сигнет В кассу Перед ним Лист бумаги Прошу Через час Я посмотрю Набросок Набросок Час На один Набросок Джек Решил Что ему Хватит И получаса Но все же Волновался Нет Ничего Хуже Экзамена Мистер Филд Вернулся К своему Столу Наборщик Посмотрел Ему Вслед И вернулся К работе Искосо Поглядывая На Джека Тот Выснув Язык От напряжения Погрузился В работу Как тебя зовут В полголоса Спросил Наборщик Джек Тихо Ответил Тот Хватило Нескольких Секунд Его Зорким Чрезвычайно Цепким Быстро Все Схватывающим Глазам Чтобы Разглядеть То На что Возможно Другие Не обратили Бо Внимания На шее У молодого Человека Нет Адамова Яблока На щеках Не прорастает Щетина Нет Порезов От бритвы Зато У него Очень Тонкая Талия Стройные Ноги В чулках Чуть Выше Колена А кожа На тонких Руках С округлыми Мягкими Локтями Была Нежной И атласной Рукава Его рубахи Были закатаны Выше Локтя Я Себастьян Сказал Странный Парень Поговорим После работы Джек Рисовал И вдруг Случилось Невозможное Не повторившееся Потом Никогда И оставшееся В памяти На всю Жизнь Он Забыл Забыл Сложный Переход На рисунки Себастьян Не менее Зоркий И чуткий Понял Это По его Лицу На мгновение Джек Увидел Перед глазами Изображение Сигнета В его Руке Маневра Никто Не заметил Джек Был Спасен Филд Оценил Его Работу И оставил На обучение После работы Себастьян Спросил Джека Проголодался Ли он Когда они Вместе Вышли Из типографии Сил Нет Признался Тот Пойдем К ученику Типографа Заодно И узнаешь Где будешь Есть, пить, дружить И почти что жить Ближайшие семьи А если повезет То и больше лет Пойдем Здесь недалеко Они отправились На Фетерлейн Где когда-то В самом начале Своей лондонской Жизни Снимали жилье Уилл и Виола Не взять ли нам Говядину с горчицей Спросил Чуть ухмыляясь Новый приятель Как тебя зовут Джек Эджерля Меня зовут Себастьян Шакспер Ты откуда Из каких мест Из Нориджа А ты Из Ворикшира Значит ты вырос у моря На самом краю Счастливец У меня все братья на море Кто в рыбаках Кто на службе А ты добрался до столицы Выходит так Им принесли мясо, пироги и пиво Ты где живешь Спросил Себастьян Когда Джек поел И немного размяк На постоялом дворе Но там жуткая вонь Я же ничего здесь не знаю Тогда вот что Идем к нам Я живу вдвоем с братом В Бишопсгейте Он служит в театре Места у нас много Вместе будет веселее Пока не найдешь жилье У Джека голова шла Кругом от всего Что обрушилось на него В этот счастливый день Так неожиданно и удачно К вам? Вот спасибо А ты значит в театр ходишь бесплатно? Не бесплатно Засмеялся Себастьян Просто плата бывает разная Слушай, а ты Джек осюкся Хотя любопытство Не давало ему покоя Допивай пиво И пойдем устраиваться Был ответ Приняв предложение Нового знакомого Временно разделить Кров с ним и его братом Джек решил было Что закравшееся сомнение По поводу внешности Нового приятеля Обмануло его Но довольно скоро Он понял Что может верить Своим глазам Никогда не подводившим его Да и хозяева дома Судя по всему Не пытались его Ни в чем убедить Понимая Что столь близкое общение Тайное сделает явным Джек Деликатный Перелилось в его душе В удивление и благодарность Узнавание В восхищение Пробудившее волнение Расшевелившее в нем чувства О которых он и не подозревал Теперь каждый свой день Он начинал с мыслью о ней А она относилась к нему Как к брату Жизнь и работа Под одной крышей Очень сблизили их Виола любила И могла долго И интересно Рассказывать о том Что знала Он завороженно Внимал каждому ее слову И художник в нем Стремился в работе Превзойти самого себя Он вдохновлялся ею Он полюбил Однако Произошло событие Которое увело Виолу Из стен издательства Хотя она И продолжала Служить у филдов Вернее сказать Произошли два события Одно из которых Повлекло за собой другое Однажды осенью Виола и Ричард Остались в мастерской вдвоем Рано или поздно Это должно было произойти Ричард Скрупулезно вычитывал Только что принесенный Оригинал макет Виола занималась Своей работой Виолет Тебе пора заканчивать Сказал он Пожалуйста Сказала она Не называй меня Виолет Для Дика Филда Я всегда Виола Для мистера Филда Если угодно Себастиан Я знаю Что значит Для тебя театр Но лицедейство Не для меня Она осторожно Подошла к нему Странно Мне казалось Что Жакнет Очень артистично Ричард улыбнулся Так улыбаются Услышав что-то Даже несущественное О тех Кого любят Она неподражаема И недосягаема Во всем Это правда Мне до нее Далеко Почему Дик Я могу с этим Согласиться Если речь зайдет Обо мне Например Но ты Ты же очень умен Чтобы оценить Без ложной скромности Свои достоинства А в зеркало Ты на себя смотришь Это невероятно Чтобы так Разувериться в себе Или это она Намеренно Внушает тебе Нет Дело во мне А не в ней Ты говоришь Только о ней Но Дик Она Горда И самолюбива Она презирает Людей Лелея свое Превосходство Владеет всем О чем другие Могут только мечтать И считает Что лучшее Принадлежит ей По праву Но видит Бог Это не так Ричард Смотрел на нее На миг Ей показалось Что он Не намерен Ей возражать Ты не должна Дурно говорить О ней Виола Помолчав Сказал он Она вдруг Опустилась Перед ним На колени Дик Послушай Представь Что есть девушка Которая тебя любит Ее сердце Давно тоскует По тебе На свете Нет никого Кто кроме нее Был бы готов Отдать за тебя Жизнь Ты Как для тебя Жаклин Стал для нее Всем Ну выгляни ты Из своей клетки Очнись Наконец Ричард Ричард Разве ты Ничего не видишь Разве нет Она потянулась К нему Она взяла Его руки В свои Она Опустив Голову Заплакала Он наклонился К ней Тихо Сказал Судьба Распорядилась Иначе Виола Подняла голову Если бы Было иначе Я не дошла До Лондона Живой И не была бы Сейчас рядом С тобой Она стремительно Обняла его Ее руки Сомкнулись Такой силой Что казалось Невозможно Разжать их Она чувствовала Что растворяется Словно воск Распадается На частицы Пронизывая его И оставаяся В нем Точно свет Пролившийся Во мрак Или жар Проникающий До глубин Нет Виола Нет Я был бы Последним человеком Если позволил бы Девушке Совершить эту Прекрасную Но ошибку Он с усилием Разомкнул Ее руки Она сжалась В комок У его ног Закрыв лицо Руками Долгожданный Взлелейный Миг Обернулся В считанные Мгновения Бедой Сокрушившей Ее сокровенные Надежды Не отрывая Рук от лица Она слышала Как дверь Мастерской Закрылась За ним Жаклин Давно Понимала Что происходит Она видела Какими взглядами Провожает Виола Ее мужа Как расцветает Ее лицо Стоит ему Заговорить с ней Прошло Немного Времени После случившегося И Жаклин Ведомая Обостренной Интуицией Решила Эту задачу Доставлявшую Ей неприятные Волнения Простым И изящным Способом Она нажала На самую Чувствительную Точку Душевного Склада Своего Деятельного Ответственного И скрупулезного В работе Мужа В разговоре О работниках Типографии Она как бы Невзначай Заметила Что Виола Делает ошибки При наборе А отвлекается Потому Что по характеру Слишком нетерпеливо И темпераментно Для столь Кропотливой работы Да Я заметил Сказал он Но она Так одарена От природы Что было бы Безрассудством Расстаться с ней Ты посмотри На нее Настоящая Гончая Именно Вот мы И отправим Ее В нашу Гончую В магазин Белый Грейгаунд Она много Читала У нее Безупречный Вкус И уникальная Память Кто может быть Лучше Книги Не яблоки Чтобы их продавать Надо уметь Рассказывать о них И о многом другом А у нашего Себастиана Язык подвешен Как у Герольда Заговорить покупателя Привлечь и развлечь Даже развеселить Порой Кому как не такому Пересмешнику Заниматься этим Ричард Задумался Ну же Милый Мы не можем Допустить Чтобы она Оказалась На улице В свое Время Они с Уиллом Развлекали Весь город Улыбнувшись Сказал Ричард Он вспомнил Об их Представлениях На рынке И историю Об охоте На олене В поместье Сэра Люся Вот и хорошо Мы Как всегда Пришли К общему мнению Вздохнув Сказала Жаклин Как тот Актер Который Арабев Теряет Нить Давно Знакомой Роли Как тот Безумец Что Впадая В гнев В избытке Сил Теряет Силу Воли Так я Молчу Не знаю Что сказать Не от того Что сердце Охладело Нет На мои Уста Кладет Печать Моя Любовь Которой Нет Предела Так Пусть Жа книга Говорит С тобой Пускай Она Безмолвный Мой Ходатай Идет К тебе С признанием И мольбой И справедливый Требует Расплаты Прочтешь Ли ты Слова Любви Немой Услышишь Ли глазами Голос Мой Безмолвый 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 Безмолв Слова